Привет зрителям Beauty Time! Меня зовут Алиса Вокс и я желаю вам оставаться такими же прекрасными и не терять оптимизма. Полтора года Алиса Вокс в статусе экс-участницы группы Ленинград. За это время записала три альбома, пять синглов, выпустила два клипа. В Челябинск Алиса приехала с диджей-сетом. Во время репетиции поделилась с нашей программой грандиозными планами, как создавался новый образ и имидж и кто теперь ее слушатель. Ну, начнем с того, что я всегда была против образа навязывается, когда образ навязывается артисту, когда он идет в разрез с его личностью. Это всегда очень пагубно отражается и на моральном состоянии артиста и, в принципе, когда к тебе относятся как-то достаточно предвзято, а ты этим не являешься и ты на это, в общем-то, и не особо подписывался, это, конечно, тяжело. Поэтому в своем творчестве я решила быть максимально приближенной к тому, какая есть на самом деле. То есть у нас сейчас такой курс на максимальную естественность. Вот на мне неспроста футболка с двумя треугольниками. Это наш логотип с нового альбома. Я обложку опубликовала буквально пару дней тому назад и на ней, на этой обложке я стою со своими естественными вьющимися волосами. Решила больше не скрывать, что у меня вьются волосы, перестала их выпрямлять. Я 7 лет выпрямляла волосы. Но все это очень целомудренно, все это прикрыто логотипом нашим новым и на мне минимум макияжа. И этой обложкой я хотела подчеркнуть, в общем-то, что самое важное, самое сложное – это сделать просто. Самое сложное – это вовремя остановиться и не испортить. Я слышала, мне даже присылали, что не только Полина Гагарина, а вообще многие сейчас, даже последний месяц, все копируют цвета моего первого альбома. То есть вот у меня вышел альбом сама, он был в такой ретро-вейевой стилистике выполнен. Розово-голубые тени и черный основной цвет. И буквально через какое-то очень короткое время мне стали все присылать эту обложку нового альбома Полины Гагариной. Говорит, смотри, она украла эту обложку. Я к этому отношусь более чем спокойно. Я считаю, что есть просто некий тренд. И, наверное, самые передовые артисты движутся действительно в этом тренде. Поэтому говорить там, ах, ты украла у меня там обложку. Или там, ах, все теперь делают клипы, как у меня. Клип держи. Ну, делают, ну, значит, просто наконец-то дошла эта мода до России спустя полтора года. Мы делали некоторые исследования. И по результатам этих исследований мой слушатель среднестатистический – это мужчины старше 35 лет. То есть это мужчины, которые уже состоялись, чего-то достигли в жизни. И теперь им интересно послушать хорошую музыку. Это, в принципе, та же категория людей, та же аудитория, что слушатели группы, например, «Мумитроль», что слушатели группы «Дипешмод». Конечно, пока я не настолько широко известна этой аудитории. Но я над этим работаю. Все в будущем. И, конечно, я считаю, что новый альбом, он поставит меня на очередную ступень какую-то. Потому что это достаточно большая, глубокая и серьезная моя работа именно как музыканта. Потому что все песни я написала я, все аранжировки сделала я. В студии сидела я, с музыкантами сидела я, репетировала я. И придумывала все тоже я. Поэтому я надеюсь, что немножко у нас отношение к женщинам-музыкантам качнется, благодаря, надеюсь, мне, в какую-то более позитивную сторону. И меня будут рассматривать уже как музыканта, а не только как исполнителя. У нас полный состав. Это пять музыкантов и я. У нас два гитариста, бас-гитара, клавиши, барабанщик. То есть, если мысленно убрать клавиши, то это будет классический рок-состав. Если убрать гитаристов, это будет синти-поп-состав. Соответственно, так как все присутствуют одновременно и одновременно играют, то я скорее скажу, что это электро-поп-рок. Ну, в принципе, наверное, понятие рок немножечко для русского уха извращено. То есть, рок – это не потлатые дядьки, да, с немытыми волосами. А это все-таки электрогитары, это бас-гитары. И если вы сейчас обратите внимание, то практически все, я включаю рэперов, используют эти инструменты на своих альбомах. Причем используют довольно агрессивно. Взять хотя бы Yellow Wolf, который, ну, практически, не знаю, как это называется, рок-рэп, потому что человек читает рэп, ну, в общем-то, под рок. То есть, если разбираться с точки зрения именно музыкальной аналитики, то это так и есть. Ну, в любом случае, сейчас самый дорогостоящий продукт – это хайп. Поэтому, как на войне и в любви все средства хороши. Для хайпа, в общем, я думаю, тоже. Ну, у меня достаточно активный образ жизни. Мне без спорта хватает. Ну, а я стараюсь все равно гулять на свежем воздухе. Это очень полезно для кожи. И когда меня спрашивают, как вы расслабляетесь, я обычно говорю, я не напрягаюсь. А, в принципе, не бывает каких-то волшебных пилюль или масок, которые ты намазал на себя и вдруг стал там как-то хорошо выглядеть. Это только маленькими-маленькими шажочками, кропотливая работа над собой, контроль, что ты делаешь, куда ты ходишь и даже с кем ты общаешься. Все это отражается на лице, даже образ мышления.